Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы проводим День открытых дверей для абитуриентов, являющихся иностранными гражданами. Это наша традиция, она недавно, и мы с удовольствием хотели с вами пообщаться. На этой встрече я хотел рассказать о Московском университете. Московский университет – это старейший университет нашей страны, России. Он был основан в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной по уставу и проекту, написанному великим Ломоносовым и Иваном Ивановичем Шуваловым. Московскому университету скоро 270 лет. Сейчас это крупнейший университет России и один из крупнейших университетов мира. Структура университетов – это факультеты. Их у нас 41. 377 кафедр, 40 научно-исследовательских институтов. Московский университет имеет 8 филиалов, в том числе 6 за рубежом. В университете есть все, что необходимо для современного университета. Библиотека, научный парк, ботанический сад, издательство. Есть особенность. Мы обладаем самым мощным супервычислителем России. Всего у нас 4 суперкомпьютера. И Московский университет постоянно запускает спутники. Уже 6 запустили спутник Ломоносов, запущенный с космодрома «Восточный». Это был первый запуск. Этим запуском руководил президент нашей страны. Наш спутник Ломоносов работает до сих пор на орбите. Московский университет, безусловно, крупнейший в России. У нас 6 тысяч профессоров и преподавателей и 5 тысяч научных сотрудников. А если сложить вместе докторов наук, работающих в Московском университете, и кандидатов наук, в России две категории – кандидат и доктор наук. Это высшая ступень, доктор. То таких ученых у нас работает около 10 тысяч. Значительная часть Российской академии наук, академики, работает в Московском университете. 300 академиков и членов корреспондентов работают в МГУ. У нас учатся около 40 тысяч студентов, почти 4 тысячи аспирантов и около 10 тысяч иностранных обучающих, иностранных студентов. Большой, сильный, крупный московский университет. Конечно, сейчас обращают внимание на рейтинги. Это не абсолютные показатели, но это информация. И вот интересно посмотреть, как выглядит Московский университет в рейтингах. Он всегда первый в России. И по зарубежным рейтингам, как мы видим на слайдах, Московский университет тоже находится в числе лидеров. Он первый в рейтинге QS по европейским странам и странам Центральной Азии. Он на 21-м месте в области естественного по версии QS World University Ranking. Он занимает высокие позиции и по другим рейтингам. Например, 37-е место в рейтинге Times Higher Education World по репутации. Таким образом, Московский университет – это один из сильных университетов в мире. Всякий университет, любой университет, прежде всего, славен своей наукой. Я коротко хочу рассказать, какие научные проекты ведутся в нашем Московском университете. Я уже упоминал, что Московский университет обладает четырьмя суперкомпьютерами. Вот самый мощный из наших компьютеров – компьютер Ломоносов-2. Вот его работу смотрит президент нашей страны. Он сейчас является самым крупным суперкомпьютером в университетах России и в России. И мы думаем, безусловно, о наращивании его мощности. Мы образовали суперкомпьютерный консорциум России. Это более 60 участников. И вот на карте видно, что вся страна, где есть супервычислители, объединена в этом консорциуме. И этот консорциум пользователей супервычислителей возглавляет Московский университет. Мы ведем большие космические исследования. Уже было сказано, что мы запускаем спутники. Вот спутник Ломоносов на слайде слева вверху. Видно, как президент нашей страны включает старт. Мы запустили шесть спутников. И у нас имеются все наземные средства, которые изучают космос, наблюдают космос, в том числе следят и за работой спутников. Мы имеем очень мощную обсерваторию в горах Кавказа. Это одно из лучших мест для наблюдений за небом. Мы имеем сеть роботов-телескопов, которые включаются кнопкой из Москвы, а расположены по всему миру, фактически на всех континентах. И эти роботы-телескопы наблюдают за событиями, происходящими в далеком космосе. Они открыли определенные явления, которые предшествовали измерению грандиционных волн. Это работа, которая была удостоена недавно Нобелевской премии. Ученые получили, которые зафиксировали эти волны. Мы очень сильны медико-биологической составляющей Московского университета. Проект «Ноев-Ковчег» — это наша идея. Это объединение ученых разных факультетов по созданию банка образцов всего живого, то, что было на Земле, и есть. И вот эта большая группа ученых уже сегодня открыла и взяла на хранение более миллиона образцов и создала почти 770 коллекций. Интересно, что в эти дни мы открыли, нашли более 250 новых видов живых существ на Земле. Они раньше не были найдены и зафиксированы. Вот они показаны на слайдах, эти живые существа. Этот проект объединил группу крупных ученых. Это сотни ученых, им опубликованы тысячи статей. И такого проекта по созданию банка данных живого материала, клеточного материала всего живого на Земле, насколько мы знаем, в других странах и в других местах нет. Это уникальный проект. Его ведут наши ученые и, конечно, студенты-аспиранты. Еще один проект, он тоже уникальный в нашей стране. Его делает Московский университет. Мы создаем долину. Называется это долина. Инновационный научно-технологический центр Воробьевы горы. Это огромная территория. И мы хотим освоить эту территорию, создав такие научно-технологические кластеры. Кластер нанотех, кластер биомед, кластер инфотех, инжиниринг, космос, геотех, междисциплинарный кластер. Построим кампус и, фактически, рядом с территорией МГУ вырастет долина Московского университета, инновационный научно-технологический центр Воробьевы горы. Она ждет талантливых молодых выпускников. Мы будем сотрудничать со всеми странами. И очень надеемся, что эта долина будет центром производства новых и новейших технологий. Это видно и по названиям кластеров. Проект уникальный. У него другого такого по замыслу в нашей стране пока нет. Образование в Московском университете. В Московском университете, как правило, шестилетнее образование. Правда, есть две траектории. Одна – это специалитет. И сразу – это шестилетнее обучение. Специалитет, как был ранее, исторический, он остался на девяти факультетах. Они перечислены. Это и мехмат, и химический, и психологи, и биоинформатики, и так далее. Но на остальных факультетах, согласно уже принятым сейчас подходам, обучение идет в бакалавриат. И мы предложили всем оканчиваемый бакалавриат поступать в интегрированную магистратуру. То есть по тому же научному направлению, если он желает. И вот 90% окончивших бакалавриат по данному направлению пожелали поступать в магистратуру по тому же направлению. То есть если они заканчивали биологический факультет, то и магистратура биологическая. И таких выпускников бакалавриата 90%. Поэтому если сказать в целом, в Московском университете глубокое, фундаментальное шестилетнее обучение. Мы выдаем собственные дипломы, собственные образца, согласно закону нашей страны. И это есть, конечно, гордость, диплом Московского университета. Постоянно открываем новые и новейшие межзаплинарные направления. Это происходит каждый год. Вот на слайде, его можно коллегам сфотографировать, если вы смотрите, или вернуться. Еще раз просмотрите этот ролик. Вот обозначены эти новые межзаплинарные программы. Это, конечно, и физика нейтрина, и фундаментальное взаимодействие элементарных частиц, и анализ данных в экономе и так далее. Постоянные новые курсы преподаются в Московском университете. Это непрорывный процесс. Последние два года мы пришли к новой идее, как организовать прорывные исследования и обучения в Московском университете. И предложили ученому совет, и он утвердил создание научно-образовательных школ Московского университета. Это школы, которые объединяют ученых разных факультетов, междисциплинарные школы. Бывает, что 15 факультетов объединены в такой школе. Но эта школа исследует новое и новейшее научное направление. В этой школе ученые исследуют. И, с другой стороны, она предлагает магистрские программы по этим новым новейшим направлениям. Таким образом, мы призвали всех получать междисциплинарное образование. Не узконаправленное, а широкое. Например, школа «Будущее планеты. Глобальные изменения окружающей среды». В этой школе объединены разные факультеты. И геологи, и географы, и биологи, и математики, и так далее. И, конечно, проблемы важнейшие. Или, например, школа «Фундаментальные прикладные исследования космоса». Бессловно, она объединяет многие факультеты ученых. И готовит магистрские программы, преподает по этим новым новейшим направлениям. Это не меняет структуру факультета. Факультеты есть. Но ученые объединяются разными факультетами в эти научно-образовательные школы. И берутся штурмовать, доказывать вот эти новые результаты по современным, новейшим направлениям. И готовить специалистов. Это пока только Московский университет предложил такую структуру. Она уже у нас два года. И очень эффективно работает. Фактически во всех этих школах работает уже тысячи профессоров, аспирантов, преподавателей. И читаются уже десятки магистрских программ. Я вот дальше пролистаю эти школы, чтобы имели мы представление, что в этих школах делается. Но очень, конечно, сокращенно, потому что рассказать о всех семи школах, это рассказать о всей науке Московского университета. За короткое время это невозможно. Позвольте мне сокращенно представить эти семь научно-образовательных школ. Вот школа фундаментально-прикладные исследования космоса. Она планирует создать космический аппарат МГУ-270 и запустить этот аппарат. Планируется даже изучение Луны или даже посадка на Луне. Называется лунная миссия МГУ. Вот научные программы и направления, которые предлагает школа космос. А вот ее магистрские программы новые, новейшие. Безопасность деятельности в космическом пространстве, физика астрочастицы, темная материя, ну и физика атмосферы и ближнего космоса и так далее. И вот по этим магистрским программам уже с сентября будут читаться лекции, вестись занятия, защищаться диссертацией. Вот пример школы космоса. Школа гуманитарная. Сохранение мирового культурно-исторического наследия. Но прежде всего школа взялась создать проект «Золотой фонд МГУ». Мы говорили, что МГУ старейший университет с богатейшей библиотекой, коллекциями, подарками и картин, и камней, и различных экземпляров коллекций, собранных с человечеством за все время, художественной коллекции. И вот в этой школе будет собрано вместе вот это все наследие, и оно будет доступно в музеях, доступно всем для обогащения своего, для знакомления. Есть научные проекты этой школы. Школа предполагает магистрские программы, они вот здесь. Например, цифровые технологии в культуре, моделирование социокультурных процессов, историко-политическая конфликтология и так далее. Прекрасная гуманитарная школа. Она уже работает. Школа мозг, когнитивная система, искусственный интеллект. Ну, понятно, что сейчас это новейшее направление изучения мозга, искусственного интеллекта, и вот новые новейшие направления научные. И, конечно, программы этой школы магистрские, они с 1 сентября будут читаться. Это одна из таких очень популярных школ. В ней работают сотни ученых Московского университета. Школа молекулярной технологии живых систем и так называемая синтетическая биология, новейшее направление в биологии. Здесь и борьба с коронавирусом, и генетика, и различные вопросы, связанные с регенерацией, диагностиками, применение суперкомпьютеров для создания лекарств. Школа начинает читать также магистрские программы. Школа математические методы анализа сложных систем. В Московском университете чтят и сохраняют традиции общения с великим специалистом, Нобелевским лариатом Ильей Романовичем Пригожиным. Мы с ним сотрудничали, вот я сотрудничал десятки лет. Главное направление научной работы Пригожина – это хаос, самоорганизация, изучение сложных систем, время, понятие времени. И вот, продолжая эти традиции Пригожина, изучение сложных систем и в технологиях, и в обществе, и так далее, мы предложили школу математические методы анализа сложных систем. Она будет читать и магистрские программы, связанные с социоинженерной деятельностью человека, с финансовым мониторингом, безопасностью и, конечно, математические основы сложных систем и самоорганизации. Школа фотонной и квантовой технологии, цифровая медицина. Новейшее направление – квантовая связь, квантовый компьютер, квантовые технологии, применение фотоники, квантовых технологий в медицине, диагностики и так далее. Школа будет читать ряд магистрских программ по этим новейшим направлениям. Ну и еще седьмая школа – будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды. Сейчас этому вопросу в мире придается огромное значение. Это экология, это сохранение окружающей среды, это забота о будущем, Это и климат, и материалы, и различные оценки событий, потеплений, вот карбоновые долины и безопасность. Таким образом, эта школа объединяет ученых разных факультетов, географов, экологов, биологов, математиков, фактически физиков. Все факультеты, ее задача – будущее нашей планеты. Эта школа начинает читать магистрские программы по этим новейшим направлениям. У Московского университета имеются созданные филиалы. Эти филиалы создавались в зарубежных странах и по просьбе руководителей этих стран. Таким образом, наши филиалы, а их семь, работают и сейчас. Филиал Баку, филиал Веревани, филиал в Словении, Копергород, Ташкенте, Нурсултане в Казахстане, Душанбе. В этих филиалах учатся около трех тысяч студентов этих стран, которые я назвал. Азербайджан, Армения, Словения, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. И это элита научная для будущей этих стран. Мы с удовольствием ведем эту работу. Профессура, которая читает эти лекции, является профессором Московского университета. И диплом в этих филиалах, диплом Московского университета. Исторически у нас существует филиал в Севастополе. Это филиал в нашей стране, где мы учим ребят по фактически всем новым и новейшим направлениям науки. Сейчас есть предложение создать еще один филиал в Сарове. Это Россия. Это филиал, который нужен для высоких технологий. И мы создаем фактически наукоград. Вместе с филиалом создается и научный физико-математический центр. И вот филиал в Сарове начнет свою работу 1 сентября. Там откроется 5 магистрских программ. Это зона парковая. Она не в городе. Мы хотим, чтобы в этом филиале учились и иностранные студенты. Наверное, с будущего года. А первое занятие мы начнем 1 сентября. И будем готовить специалистов в области математики, прикладной, информатики, физики. То, что требуется нашим компаниям. И нашей промышленности. И нашим университетам. Это еще один филиал, который мы создаем в нашей стране в этом году. Этот новый филиал открывает, как я уже сказал, магистрские программы. Ну вот они обозначены. Вышли методы методика моделирования. Суперкомпьютер-технологии. Теоретическая физика. Экстремальные электромагнитные волны. Лазерная нелинейная оптика. И другие. Это важное событие для Московского университета и для страны. Поскольку в центре России такой филиал университета должен быть. Хочу повторить, что мы бы хотели, чтобы он принимал учиться и зарубежных студентов. Ну это вот еще одна информация, что там есть все для проживания. Для летнего отдыха. Это парковая зона. В десятках километрах от любого города. Это очень комфортный создается научно-исследовательский центр. Вместе с филиалом. Московский университет интернациональный. И интернациональная среда это наше богатство. У нас учатся студенты, аспиранты, стажеры из 90 стран мира. И имеется тоже интернациональный состав преподавателей. Мы, конечно, стараемся организовать нашу работу с другими странами. Получать опыт в других странах. И распространять свой опыт в другие страны. Это и программы мобильности, и программы проведения международных форумов, семинаров, конференций. Это общение неформальное, международные клубы, различные мероприятия. В общем, среда в Московском университете, она на самом деле очень международная. 10 тысяч ребят из других стран. Каждый третий студент у нас иностранный гражданин. И поэтому, конечно, мы все методы и способы общения, создания комфортной среды используем. У нас ведутся магистрские программы на английском языке. И это упрощает во многих случаях обучение. Хотя я чуть позже отвечу, что русский язык обязательно будет освоен. Потому что все-таки это кампус Московского университета. И, наверное, это тоже еще один плюс, что и русский язык наряду с английским будет освоен тем, кто приедет к нам учиться. У нас имеется проект магистрской программы двух дипломов. Вот университеты, с которыми мы имеем договора. И эти университеты и мы выдаем соответствующие дипломы об окончании магистратуры. Это у нас очень хороший опыт. Вот если посмотреть у нас контракты с ведущими университетами мира. И Соединенные Штаты, и Великобритания, и Словения, и Франция. Мы будем расширять нашу программу двойных дипломов, магистрских программ. И это наше тоже одно из преимуществ. Ну, вот, конечно, каждый поступающий думает, что будет после окончания университета. Я хотел показать рейтинги выпускника Московского университета. Эти рейтинги делали профессиональные компании, не мы. Мы просто взяли данные. Московский университет занимает первое место по числу выпускников в правлениях крупнейших компаний России. Первое место по числу работающих в крупнейших компаниях России выпускников. Первое место по востребованности выпускников работодателями. Еще один рейтинг. В рейтинге лучших вузов России по уровню зарплат. Это тоже важно, сколько получают. Мы вот тоже занимаем первое, второе, третье места по разным направлениям. Вот, например, первое место среди занятых в юридической сфере. Ну и так далее. Таким образом, карьера, будущее выпускника Московского университета обеспечено. Мы занимаем ведущие позиции по экспертным данным различных рейтингов в работе в ведущих компаниях. Студенты Московского университета. У нас около 40 тысяч студентов. Вот среди них 10 тысяч иностранных ребят. Студентская жизнь, как во всяком университете, в любом университете, конечно, богата различными событиями. Это и волонтерство, когда наши студенты помогали во время эпидемии, были волонтерами, помогали больным, пожилым. Огромную работу провели. Это и день первокурсника у нас очень торжественно отмечается. Это день нашего рождения, Татьяна, день, когда ректора просят разливать специальный напиток желающим студентам. Этот напиток называется медовуха. И вот ректор угощает студентов приготовленным напитком. Другие различные мероприятия, игры. Мы чтим память погибших в войне. Это вот ребята собрались у памятника, посвященному победителям в войне. Ну и, в общем, кипит студентская жизнь. У нас имеется несколько студентских организаций. Ребята сами, студенты, выбирают составы этих организаций. Это и студенческий союз, и студенческий совет, и спортклуб, и объединенный студенческий комитет. И ведут огромную организационную работу, помогая организации учебы. И, конечно, мы имеем обратную связь через эти организации по работе факультету, администрации университета. Московский университет, наверное, наиболее прославлен своими достижениями студентов и выпускников в большом спорте. Вот я только приведу фамилии олимпийских чемпионов наших студентов или выпускников. Привалова, легкая атлетика, Киселева, синхронное плавание, Великая Софья, фехтование, климов фигурное катание, Лисун, Пятиборье и много-много других. Мы обладаем всем необходимым набором спортивных, современных помещений, залов, стадионов. Уникальный кампус Московского университета. У нас имеется два кампуса. Один на Воробьевых горах, на Ленских горах, второй в центре Москвы, рядом с Кремлем, прям вот у Кремля. И оба наши кампуса известны во всем мире своей красотой и удобством. Мы имеем территорию почти в 150 гектар, огромную территорию. Это и стадионы, и ботсад, и прогулочные аллеи, и парки, и все это. Кампус Московского университета. Это лучшее место Москвы. Вот. Кампус Московского университета. В праздники собираются сотни тысяч москвичей посмотреть с Воробьевых гор на Москву, с гор. А это именно Московский университет расположен на Воробьевых горах. У Московского университета имеется необходимый кампус для проживания в общежитии. У нас 16 тысяч проживают в общежитии. Любой студент, который нуждается, имеет возможность жить в общежитии. Вот новые кампусы, общежития построены нами только что, всего несколько лет назад. И очень комфортное общежитие Московского университета. Мы называем наше общежитие домом студентов. И, конечно, отдых Московский университет обладает многими базами по всей России отдыха для студентов в летний период или в период каникул. Это и подмосковные санатории, дома отдыха, университетские, Красновидово. Это и юг России, Буревестник. И есть в других местах наши базы отдыха. Очень комфортное. И каждое лето тысячи студентов отдыхают здесь, проводят спортивные мероприятия. Я хотел в заключении сказать несколько слов о поступлении в Московский университет. Как поступить? Ну, поступление к нам идет на конкурсной основе. Прием документов начнется 15 июня 2021 года. Можно подать заявление на пять направлений подготовки, а потом выбрать, куда решим. И надо дать еще согласие зачисляться не более чем на четыре направления. Подача документов можно электронно, в любой точке планеты зарегистрироваться по номеру телефона, получить дистанционную консультацию и следить за проходом документов в личном кабинете. Коллеги, я начал лекцию. Была открыта линия для вопросов. И я хотел на некоторые поступившие вопросы дать ответы. Вопрос. Я мечтаю учиться в МГУ, но русский является для меня неродным. Какие в МГУ есть возможности для совершенствования владения русским языком? Ну, конечно, когда это нужно, вы недостаточно владеете русским. Есть возможность обучаться в течение года на подготовительном, так сказать, курсе, на подготовительной программе в Институте русского языка и культуры. Там вы будете учить русский язык и базовые дисциплины, которые соответствуют вашему будущему направлению. И это вам поможет потом поступать. Каждому, кто пожелает пройти такую подготовку по русскому языку, по подготовительной программе, мы готовы помочь, предоставить. Второй вопрос. Авиасообщение России с моей стороны еще не открыто. Как мне подать документы и пройти вступительные испытания? Ну, подать заявление можно удаленно, заполнив онлайн-анкету, прикрепив сканы документа и вот послать по нужному адресу. Проведение вступительных испытаний мы планируем в дистантной форме в этом году. Пока в дистантной форме. Будут ли проходить вступительные испытания для странных граждан, поступающих на контрактной основе? Ну, да, у нас принятая форма, что для тех, кто поступает на контрактной форме, есть собеседование. И будет дано вам задание, время выполнить, и потом мы с вами обсудим ваш ответ. Так что у вас есть возможность пояснить, что вы написали. Ну, и это будет вашим вступительным испытанием на контрактную форму в Московской университете. Очень многие ею пользуются. Я гражданин Казахстана, имею ли я право на бюджетное место в конкурсе на равных условиях с гражданами России? Да, вы знаете, есть решение, что отдельная категория иностранных граждан имеет право поступать на бюджетные места на конкурсной основе на равных условиях с гражданами России. Это граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизской республики, соотечественники, проживающие за рубежом постоянно, граждане СНГ, имеющие вид на жительство в России, ну и попадающие под действие международных соглашений о сотрудничестве в области образования. Ну и, конечно, одновременно, вот наряду с этими правами, вы можете сдать вступительное испытание для поступления в МГУ и на контрактной основе. У меня нет результатов Единого государственного экзамена, что мне нужно сдавать? Ну, здесь так, если вы поступаете из той страны, которая имеет равные возможности с Российской Федерацией и нет результатов ЕГЭ, то можно сдать экзамены в МГУ по предметам, которые соответствуют тому, что вы бы сдавали на ЕГЭ. И вот потом уже вместе с гражданами Российской Федерации нужно сдать дополнительные испытания, они приняты для всех, ДВИ, которые Московский университет проводит. А если вы поступаете на контрактной основе, то вам не нужно сдавать ЕГЭ или экзамены вместо ЕГЭ. Вопрос. Если на выбранной мной факультет разные вступительные испытания, можно ли сдавать несколько экзаменов в МГУ? Да, можно сдавать разные экзамены, которые требуются для поступления на разные образовательные программы. И мы делаем так, что экзамены по разным предметам проходят в разные дни. И еще вопрос. Я заканчиваю школу в Республике Беларуси. В этом году я провожу централизованное тестирование. Будут ли результаты этого тестирования засчитываться при поступлении в Московский университет? Да, граждане Беларуси праве предоставить полученный в текущем или предшествующем календарном году «Сертификат централизованного тестирования» с указанием результата. И они признаются в качестве результата вступительных испытаний вместо ЕГЭ. Количество баллов должно быть не ниже устанавливаемого. Минимальное количество баллов, необходимого для поступления на эти программы. А если у вас есть результаты центрального тестирования, и вы поступаете в конкурс на равных условиях с гражданами Российской Федерации, вам нужно будет сдать только дополнительные испытания. А если вы поступаете на конкурс на контрактные места, то соответствующие результаты центрального тестирования вам засчитываются как собеседование по русскому языку или собеседование по профильным предметам. Можно ли иностранному студенту иметь полис добровольного... Нужно ли иметь полис добровольного медицинского страхования на первый период обучения в Московском университете? Полис обязателен. Этот полис можно купить дистанционно, указав дату въезда в Российскую Федерацию, ну и провести все необходимые согласования. Программа страхования, которую требует Московский университет, включает профилактический медицинский осмотр, амбулаторно-поликлиническую и экстренную помощь, все необходимые для иностранных граждан анализы, включая один анализ ПЦР на коронавирус. Требуется ли специальная медицинская справка для поступления в МГУ? Специальная справка требуется для обучения только на факультете фундаментальной медицины, это лечебное дело и фармация, и на факультете психологии, специальность педагогика и психология девиантного поведения. При подаче заявления на поступление в МГУ иностранные граждане не должны прикладывать медицинскую справку. На момент пересечения границы Российской Федерации у вас должна быть справка об отрицательном результате теста на COVID-19, сделанном методом ПЦР, не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Второй тест на COVID нужно будет сдать в Москве, его стоимость включена в полис, или можно будет пройти тестирование непосредственно в рапорту после прилета. Все другие справки, например, для занятий физической культуры, оформляются уже после приезда в Москву. Уважаемые коллеги, я с удовольствием рассказал вам о Московском университете. Сейчас на наших факультетах руководители, деканы факультетов расскажут вам более подробно о жизни наших факультетов. И, конечно, я как ректор очень хотел всех вас видеть студентами Московского университета. Мне кажется, это будет правильный выбор. Ждем вас в Московском университете в 2021 году. Спасибо. Спасибо. Спасибо.